Продолжение следует... И хотел ли Гитлер уничтожить Евреев с самого начала? Эта точка зрения разделяется довольно большим числом историков и называется интенсионализмом. Если вы знаете английский, то по-английски intention is a number. Значит, интенсионализм – это точка зрения, в соответствии с которой у Гитлера с самого начала было такое намерение. Вот. Другая точка зрения тоже достаточно распространенная. Это что? Речь идет в данном случае просто о развитии политических событий, которые имели свою логику и постепенно привели Гитлера, который сам вначале к этому не стремился, привели Гитлера к тому, что он сделал. Вот это называется функционализм. Вот. Ну, я не являюсь специалистом в данной области, но, в общем, если бы мне нужно было как-то определиться, я бы сказал, что я не функционалист и не интенсионалист. Вот. Я думаю, что имело место и то, и другое. Вот. И думаю, что все-таки Гитлер, допустим, 1933 года еще не знает, что произойдет во время войны. Причем война очень влияет на психику людей, на их политическое поведение. Вот. И опять-таки есть дискуссии на близкую тему. Например, есть такой очень известный и очень популярный, потому что он владеет телевизион всей техникой пиар. Вот. Владеет искусством, хорошо выглядеть по телевидению. Вот. Это такой американец немецко-еврейского происхождения Дагеев Гольдхакен. Автор книги, которую я помню, уже победил кандидал. Который на русский не совсем удачно переводит, как добровольный, по-моему, статейник. Вот. Значит, что он говорит? Вот считается вообще. Немецкий народ, на протяжении всей своей истории, всегда стремился расправиться с евреем. Вот. Вне зависимости от политического режима, вне зависимости от того, что делали сами евреи, вот была такая мечта. Вот. Что еще один термин, что немецкий народ был склонен к exterminatory antisemitism. То exterminatory значит уничтожать. Так что вот это можно перевести на русский язык, как уничтожить гоманти-симитизм. Вот его первая, так сказать, глава, да, посвящена писанию из истории Германии именно с этой точки зрения. И же нами, говоря, так сказать, нехорошо так отзываться коллеге, которого тем более не смертельно не сможет возразить. Но по-моему, это ужасно чуть-чуть. Потому что в истории Германии мы находим всякие периоды. Действительно были периоды, когда немцы относились к евреям хуже, чем многие другие народы. Это были периоды когда-либерализм. Вот. Так что я думаю, что все равно. А в чем была его сила, этого Вольфхагера? Потому что если бы весь цех был на улице первой главы, так никто бы его и читать стал. Он использовали источники, правда, не очень ясно, спустя их оригинальности, потому что есть английский историк Брауни, который использовал примерно те же источники, но пришел к совершенно другому Вольфу. Значит, речь идет о переписке с войны группы немецких военнослужащих, профессиональных полицейских с города Гамбурга, людей семейных, немолодых. Вот. Их совершенно нельзя считать какими-то нацистскими фанатиками, которые пьяны на губах, вращаются глаза. Вот. Вот. Причем Гамбург один из самых антинацистских городов в Германии был. И тем не менее, там особенно вот в прогрессии, от каждого письма к следующему, все больше, так сказать, заметно людоедских настроений. Вот. И они действительно, так сказать, стремятся истреблять евреев, и этим успешно занимаются. Причем, надо сказать, что обычное оправдание, что людей заставляли, в данном случае не действует. Потому что те, кто не хотел заниматься уничтожением людей, могли от этого отказаться и находили какую-то другую функцию. Вот. Причем, значит, никаких отказавшихся, кроме того, что посылали до другой участок, так сказать, работы, вот, никаким особым репрессий не повернулись. И их было очень мало. Вот. Так что, в целом, конечно, понятно, что немцы 1943-1944 года, это, конечно, довольно страшный публик. Но, с другой стороны, вот, скажем, тот английский историк, который использовал тот же самый материал, в одном, он встретил Гольдхагену, он назвал свою книгу, и если для Гольдхагена эти люди – это обычные немцы, ordinary Germans, то английский автор Браунин называет их обычными людьми. Говоря о том, что, в общем, в определенных обстоятельствах во время войны, при постоянных жертах, при психологическом воздействии со стороны властных структур, в общем, превратиться в такого вот нечеловека, в общем, не так уж трудно, даже не будучи немцем. Он, например, ничего не пишет о тех зверствах, которые выпускали представители других народов Европы, в составе каких-то сил, так сказать, термахта, СССР, куда их брали. Он считает, что все делают только в немцах. Но при этом он очень популярный в Германии, как-то странно. И там его большим успехом переводят, продают, он выступает по телевидению. Дело в том, что он очень фокусирует свои допадки на немцев. Он говорит, что это все немцы до 1945 года, до периода деноцификации. А вот после этого немцы так прониклись демократической идеологией, что это уже совершенно другие люди. Поэтому к немецкой молодежи, вот все, что относит ко всей истории Германии, от древности до 1945 года, вот к современной немецкой молодежи это не относится. Она хорошая. И молодежь оценила такое хорошее отношение. И среди немецкой молодежи он был, не знаю, как общаться, уже прошло 10 лет, даже больше. Вот, он был довольно популярен. Вот, я, конечно, этой точки зрения не разделяю. И в других случаях нужно, конечно, видеть проблему в целом, а не только особенности традиции того иного народа. Вот. И до войны, и во время войны, по данным самих нацистов, находится довольно много немцев, которые проявляют сочувствия, и вот некоторые, так сказать, их спасают, некоторые в то время в то время тоже считаются. Преступления вступали в половую связь. Вот. Это называлось осквернение расы. Довольно много представителей оценной немецкой молодежи, в общем-то. Полудия была готова осквернять расу. Добрый конъюнктур. Да, я все-таки думаю, что, конечно, это какие-то страшники то, что пишет. То, что пишет Гольдхарри не по факту, потому что факт известен и ужасен, а по образу немца, который он рисует. Вот. Ну, как вы знаете, все-таки не так мало немцев спасало евреев. Какую-то роль играли церкви, особенно католическая, но в определенной степени протестанцы. Вот. Были священники, которых казнили за попытки помогать евреев. Вот. Так что эта картина, в общем, гораздо более сложная, чем выставляется, с войной Гольдхаррием. Вот. Как связан фактор антисемитизма с Холокостом, с уничтожением и, ну, казалось бы, на поверхности большинство людей скажет, как связан. Кто же сам? Вот. Это проявление антисемитизма, и в каком-то смысле они будут правы. С другой стороны, нельзя пройти мимо того факта, что люди, которые до войны были убежденными антисами, нередко во время войны заняли в отношении евреев совсем другую позицию. Не такую, которую можно было бы ожидать, учитывая их мировоззрение. Это относится к Польше, где известная писательница госпожа Косак, Шуцкая Косак, писала, что с одной стороны, конечно, евреи наши враги. И они ими остаются даже сейчас, когда они в таком тяжелом положении. С другой стороны, мы должны, все-таки, будучи христианами, будучи католиками, мы должны проявлять по отношению к ним христианской велосердии. По отношению к ним. Что она, в общем, практически делала близкую жизнь. Потому что в таких местах, как Польша, Украина, помогать евреям было, наверное, опаснее, чем, например, в, допустим, в Дании, конечно, заслуживают восхищения те датчане, которые организовали. Во-первых, забудьте об истории про короля, надевшего повязку шестиконечной звездой. Вот. Этого никогда не было. Даже если это вошло совсем, в общем-то, неплохой фильм Малиндара Рязанова, на самом деле это выиграл. Король никогда не надевал никакой шестиконечной звезды, по той простой причине, что нацисты не пытались вводить для еврейского населения Дании. Когда они решили разобраться с евреями Дании, они не стали мелочиться, а просто решили всех вывести. Вот. Для уничтожения. Но это им не удалось. в частности, благодаря некоторым немцам. Вот. Был такой дипломат фон Дуковиц, который пробыл долгую жизнь и впоследствии занимал винный пост в Министерстве иностранных делов ФРД. А в те времена был еще молод, но тоже уже был дипломатом. Он узнал об этих планах и он сообщил, он имел контакты с датским сопротивлением, он им сообщил, что что-то надо сделать. И отчаяния, не дожидаясь того, что всех евреев вывезут, вот, посадили их в ночное время на лодки и отправили в Швецию. Вот. Это действительно был, так же, более яркий случай массового спасения евреев. Вот. И было не так, ну, конечно, дали, но, тем не менее, спасти практически всех. Какая-то часть просто по физическим причинам не смогла выехать, все очень старые, очень маленькие люди. Вот. они попали, конечно, в нацистские лагеря, но даже там датчанам удавалось как-то о них заботиться, посылать им продуктовые посылки и так далее. Вот. Так что датчан, датских евреев вывел относительно очень много. Вот. Но имейте в виду, что все-таки в Дании Гитлер вел себя не так, как в Польше и в Украине. Поскольку Дания оставалась независимым государством, это, кстати, была единственная часть гитлеровской Европы, причем не только гитлеровской Европы, но оккупированной гитлеровской Европы, где прошли демократические выборы, на которых национал-социалистическая партия, а такая была в Дании, потерпел сокрушительное поражение. Еще без Гитлера они какие-то голоса набирали, но с Гитлером ничего уже не получилось. Есть вообще в Израиле такая категория, такое понятие, как праведники мира. Это те неевреи, которые во время войны спасали Европу. Как вы думаете, где больше всего праведников мира? В какой стране? Ну, в Польше. Да? Совершенно верно. Второй раз вы даете тот же самый ответ, и он в данном случае вполне соответствует действительности. Пока вы не забываете цифры, у нас все в порядке. Вот, Польша, да. Кто на втором месте? Малыша Голландия. Кто? Вандерланды. Да, совершенно верно. Они делят второе место с Францией. Но эти данные могут устареть, потому что по некоторым данным, по некоторым странам данные стали поступать только сравнительно. Недавно, после конца советской власти и четвертой власти. Не догадаетесь. не буду вас мучить. Украина. Причем на самом деле, возможно, Украина заслуживает и более высокое место. Просто данные об Украине стали поступать достаточно поздно. И большинство людей, которые должны были получать всякие награды за свою такую деятельность, уже на том свете. И награды вручают обычно детям и иногда и внукам. Вот. Так вот, значит, мы говорили о том, как соотносится антисемитизм и участие в Холокосте. Ну, я вам привел один пример, на польском писательстве. Например, таких довольно было. Например, высшее духовенство Румынии. Среди них очень часто были распространены антивейские настроения. Например, Митрополит, Буковин и Китр был известным сторонником антисемитских партий типа Железной Гвардии. Но во время войны рвется совсем не так. Так что такие случаи распространены и, видимо, надо иметь в виду, что чисто такое вербальное проявление антисемитизма вовсе не означает, что человек готов бросать детей в костер. Это все гораздо тоньше, чем может представиться на первом глядке. Вот. Ну, немножко о том, как все это происходило не в гладице самого физического истребления, а как в разных странах решали этот вопрос. Вот. Наибольшую склонность к истребительному антисемитизму, если пользоваться терминологией Гольдхаггера, после, конечно, Германии и проявилась страна, которая вам реально пьет в голову, которую мы мало знаем, хотя ее начинают рекламировать как страну, где можно прекрасно провести летний возраст. Вот. Это Хорватия. Их тогдашнее руководство отличалось каким-то невероятно зверским отношением к еврейскому вопросу, при том, что некоторые руководители были не женаты на евреев, не сами были полуевреями, но это как-то их позиция не смягчила. Это Хорватия, а политическое движение, которое тогда стояло во власти, называется усташи, или повстанцы. Вот. И, конечно, это были люди малоприятные отношения. И они так старались не только ради евреев, они, если еще, если только возможно, еще были зверски истребляли серпов и цыган. Ну, вопрос о цыганах это вообще, так сказать, отдельная тема, я не хотел бы сейчас его поднимать. Вот. Но есть такие еврейские круги, которые я не принадлежу и которым я не сочувствую, которые претендуют на уникальность своей судьбы. Вот. На уникальность Холокостной. Ну, с одной стороны, это что-то есть, потому что я довольно часто слышу, в том числе от своих близких друзей, слова, ну, что евреи так по этому поводу кричат и выходят из себя, кого не убивают, а сколько народу было убито в Белоруссии, например, что же только все время об этом и вопить. Вот. Нет. Холокост, конечно, имел свои особенности. Вот. И Холокост-то славян не было. Неизвестно, конечно, как пошло бы дело дальше, если бы Дитлер выиграл войну, может быть, и ушло бы на это. Но Холокост подразумевает что? Что народ истребляет полностью от старого до малого. Вот. Что, например, дети, которые вообще наиболее уязвимы, и труднее спастись славян, таких преследований, вот, что дети вообще уничтожаются так вот подходит. И с евреями должно было случиться именно так, и в значительной степени действительно случилось. Подобных планов в отношении славян и гиддера, повторяю, не было. Если кого-то можно в этом смысле поражнять с евреями, но тут есть разные, во-первых, сами нацисты не отличались такой же последующей истины. Вот. Это версия о немецком порядке, она сильно преувеличена. И к Третьему Рейху она во всяком случае не относится, потому что Третий Рейх отражал многие черты личности гиддера. А гиддер был человек чрезвычайно беспорядочным. Может быть, это объясняется тем, что он по происхождению не настоящий немец, а встриец. Вот. Поэтому у него было часто 7-5 на неделю. И, в общем, я думаю, что они так и не решили, что делать с цифрами до конца. Ну, я не претендую, потому что я специалист. Вот. Но, тем не менее, конечно, некоторые сторонники тотального уничтожения цыганцев фигурили. Вот. И цыгане, конечно, очень пострадали. Но, в принципе, я почему я против легальности? Потому что попытки уничтожить весь народ как народ в общем-то в истории встречались и до Гитлера, и после Гитлера не так уж редко. Вот то, что сделали, например, представители народности Хуту с народностью Туцци, у нас на глаза совсем недавно в 1994-м, когда я читал газеты и, конечно, так сказать, дрожал от возмущения, но и было это в Париже. А французское правительство в общем-то мало что могло сделать гораздо больше, чтобы остановить Хуту. Но это другой вопрос, но тем не менее идея поголовного истребления не является исключительной, так сказать, исключительной принадлежностью националности истребления. Вот. И так, значит, Хорватия, но на противоположном конце, какие союзники Гитлера практически не преследовали, и уж, во всяком случае, не уничтожали евреев, и не передавали их нацистам за некоторыми исключениями, о какой стране идет речь. Можно это рассказать? Главное, что она совсем от вас близка. Финляндия. Да. да, Финляндия. Вот опять-таки надо отличать какой-то элемент бытового антисемитива. В дневниках Бандергеева очень много антиеврейских мы сказали. Но когда встал реально вопрос о передаче евреев Финляндии нацистам, и вопрос был поставлен самим Бандергеевым на очень высоком уровне, послали с ним обсуждать по-моему Риббентропа мою собрание. Ну правда это по его свидетельству. Человек может себе польстить. Но он пишет, что он сказал совершенно определенно. В Финляндии нет никаких евреев. В Финляндии живут только финляндские граждане. А финляндских граждан мы естественно никого давать не будем. Вот такой подход. Вот. финская армия не занималась так сказать деятельностью по уничтожению евреев. Более того на вашей территории значит в районе реки Свирь армия Финляндии построила полевую синагогу для своих военнослужащих евреев. И эти военнослужащие действительно воевали так сказать с Советским Союзом в составе армии Финляндии. Ну вообще надо сказать что всякие конгрессы объединения евреев ветеранов они конечно никогда не возьмут еврея который сражался на стороне Германии в составе германской армии. Такие удивительные случаи бывают. Но разумеется они абсолютно не пользуются симпатией уважения. Тоже относится к другим армиям оси. Но для евреев служивших Финляндской армии как-то делает исключение. Считают что это была несколько другая война. И бывали такие забавные случаи если можно о войне так говорить когда допустим еврей военный врач служивший в финской армии выносил из-под огня эсэсовца. Потому что они воевали бок о бок. Вот эсэсовцы вообще немецкие офицеры заявили что абсолютно не волнует кто в Финляндии в Финляндии что этот вопрос приведет к Финляндии никто не ставит. А тому кто выйдет эсэсовца был предложен железный значит решили его наградить железным крестом. До что он ответил очень невежливо. Если бы здесь были только представители сильного пола я бы процитировал. Я цитировать не буду. В общем он продолжил что-то с этим крестом сделать что конечно не входило в план германская армия. И тогда уже германская армия обиделась она не привыкла к такому обращению. И его пытались значит заставить Финляндии его выдать но Финляндии как-то этот вопрос сникшировали. Так что этого не произошло. Ну вот и такие два полюса. Хотя один случай был когда по линии ну чуть ли не тогдашнего интерпол опять-таки будем собрать 8 человек которых обвиняли в уголовных преступлениях представили доказательства их передали действительно Германии только один из них выжил. Это было на уровне финляндской полиции начальник которой большим левернизм не отличался. А министром внутренних дел был тогда один из деятелей шведской партии которая была финляндия которая была известна меморрагизма и он категорически изобретил такую практику финской полиции и все после этого разговоров на эту тему было. Вот так что шведское большинство Финляндия всегда меня интересовало я его посетил в 91-м году и даже стал членом шведского литературного общества Финляндии. Которая до сих пор мне присылает свою литературу свои публикации которые нагромождаются у меня дома не могу сказать что я так тщательно читаю как за шведским я более в виде владеет но тем не менее мне приятно что я попал в такую не самую компанию литературное литературное общество вот ну если мы значит заговорили о вот такой практике можем просто отчасти сделать небольшое отступление о практике значит награждения праведников мира то связано с вами случаем один раз уже совсем было собрались дать это звание бывшему государству которое спасал евреев но тем не менее было много противников у этого награждения говорили что он спасал в основном молодых и красивых женщин с определенной целью но это кажется не было доказано но во всяком случае решили не прогрессовать его праведником и дали ему почетную крану вот никак не может уже через много лет после смерти получить звание праведника мира бывший глава унианской церкви митрополит Шептицкий вот он действительно спасал евреев в унианских монастырях в Украине но как-то вот его до сих пор не удостоили в качестве некого жеста умилостивительного дали это звание его брату дьякону Шептицкому который тоже участвовал в спасении евреев и наконец есть один случай когда человек отказался от этого звания как вы думаете почему Максим вот ну если мы так дальше будем смотреть по отдельным странам конечно займет слишком много времени но в общем все остальные где-то могут быть размещены на оси между между Финляндией и Хорватией вот я имею ввиду именно союзников потому что про других это отдельно вот такое промежуточное положение занимает Венгрия и Рубыни причем там все развивалось совсем значит не не похоже не одинаково в Венгрии всю войну значит Венгры как-то более-менее защищали своих Евреев это очень важный момент в период Холокоста потому что многие правительства отстаивают своих евреев и охотно охотно жертвовать евреями иностранцами до которых немцы добрались на территорию стран которые управляют эти правительства вот и Венгрии это все удавалось сделать до 44 века других еще они оккупировали Венгрию основная причина была не еврейский вопрос от нежелания Венгрии участвовать в войне то есть она участвовала конечно но очень так неохотно посылала солдат и вот она была оккупирована и тогда погибли венгерские евреи кроме Будапешта вот в Будапеште было большое личное сопротивление со стороны главы венгерского государства Хорти Микваша Хорти который заявил что он не отдаст уничтожение людей с которыми играет в карту вот он действительно был в социальном плане достаточно блин к верхушке Будапештского юриста и вот может это его и спасло с другой стороны он был сверх после начала периода немецкой оккупации и в общем новое правительство было абсолютно кровожанное но тогда уже Красная Армия стучалась в двери Будапешта и в общем было уже не до эвакуации евреев и по транспорту соображениям и по другим а в Румынии было наоборот начали они очень плохо они сами устраивали нагрев и уничтожение ничего кроме немцев и Румын никто не делал вот так что это была политика очень жесткая но и тут больше так сказать свирепствовали по отношению к евреям тех территорий которые Румыни отвоевали от Советского Союза то есть прежде всего Бессарабий в меньшей степени Буковины а собственно румынских евреев из так называемого Регака то есть Румынского королевства в общем не очень трогали даже плохими а уже в 42-м и уж особенно в 43-м Антоносов который видимо был достаточно подготовлен к профессиональному войну пошел к выводу что Германия войну не выиграет и что Румыня должна сделать свой вывод и он полностью прекратил деятельность по уничтожению это его не спасло от повешения он казнен но в Румыне спаслось гораздо больше евреев чем в других странах по соблюдению отношений вот